Ну и как вам, друзья, вот эта прелесть? Вот такой шикарный вид опять. Вы знаете, я сегодня что хочу еще раз отметить. То, что вам говорила уже, что у нас погода, я имею в виду в Англии, вот она вот такая вот переменчивая. Вчера у нас дождь лил, а сегодня, пожалуйста, вам опять солнышко, что и требовалось доказать. Сегодня гуляю опять с вами, иду мимо, снимаю красоту вокруг. Ну вот не только красоту, конечно. Вот это вот я сколько хожу мимо, я обалдею. Вот это вот, посмотрите, стоит калитка с умным видом. А здесь все, пожалуйста, заходи, хошь. Ни забора, ничего, но зато калитка. Но это вот дом такой, в котором тоже уже старые-старые люди какие-то жили. А сейчас уже, наверное, даже никого и не живет, потому что я частенько здесь мимо прохожу. И оно в таком запустении все. Скоро будет, наверное, продаваться уже опять. Потому что дом-то неплохой. Но видите, вот он какой уже запущенный весь. Тут вот очень часто такое бывает, что вот люди живут одинокие, потом они умирают. Детей нет, никого знакомых нет. Родственников я имею в виду. Никому, наверное, может быть, не завещали этот дом. И получается, что по закону он должен стоять несколько лет, чтобы должны дождаться уже всех претендентов на этот дом, если кто-то остался. И поэтому эти дома вот такие вот стоят годами. И вот потом только практически, когда этот дом уже такой весь получается неухоженный, разваленный наполовину, вот его выставляют на продажу. Ну и так как Англия наша, так как и вся Европа, в общем-то, идет такая тенденция старения населения. Поэтому вот здесь таких домов очень много. Ну и еще в связи с тем, что люди не хотят много иметь детей, а некоторые вообще детей иметь не хотят. Вот с собачками всю жизнь. И вот получается, что умирают, а дом остается непрекаянный. Ну и вот так как сегодня у нас такая погода шикарная, я иду в центр по делам своим. И не поехала, как обычно, а вот пошла пешком. Ну а так как пошла пешком, вот вам показываю некоторые симпатичные такие вещи. А вчера, друзья, я гуляла и встретила мужчину знакомого еще из прабаз-клуба. Вот этот джентльменский клуб, который пенсионеры организовали для себя. Кто хочет, я вам скину ссылочку в описании, посмотрите. Вот этот вот прабаз-клуб очень интересный. И вот встретила мужчину. Я его не видела, естественно. Там в прабазе в этом я уже закончила свое членство после смерти мужа. Хотя меня приглашали, но я не пошла. Вот, встретила. И он, конечно, очень обрадовался, увидев меня. Мужчина весьма пожилого возраста, почтенного, так скажем. Ему, по-моему, то ли 87, то ли 88 лет. Вот, он бывший священник Бишоп. Очень такой интеллигентный. Ну и мне он всегда очень нравился. Пол, по-моему, его звали. Вот, ну и я смотрю, он такой что-то грустный, прямо грустный. Я говорю, что такое случилось? Спросила. И он мне говорит, я ожидаю операцию. Вот уже несколько месяцев ожидаю операцию на сердце. Стою в очереди на шунтирование, потому что сердце, в общем, у меня не очень хорошее. Вот, и как бы надеюсь, что все будет в порядке, то и все. Ну, я ему пожелала, конечно, всего наилучшего, удачи. А потом себе отошла и думаю, вот представляете, хотя вроде как и плохо говорят про английскую медицину. Но вот меня поражает, вы знаете, то, что они берутся делать такие операции серьезные. Вот таким вот пожилым людям, вот 88 лет человеку, ему берутся делать операцию шунтирования на сердце. Вот в том же самом пробосклубе у нас была еще одна женщина там. Долго довольно-таки тоже она, по-моему, лет 20 состояла членом в этом клубе. И ей было Мэйч, зовут ее, и ей было, друзья, не поверите, на тот момент 92 года. 92. И вот она плаванием активно занималась. И, в общем, такая шустренькая была бабулечка, вам не передать, очень активная. И вот, вы знаете, ей сделали операцию в 92 года. У нее была проблема с шейкой бедра, вот это вот, этот сустав, вот здесь вот самый такой серьезный. Вот, и ей в 92 года сделали вот это вот на шейку бедра операцию, друзья, вы не поверите. И операция прошла успешно, и я потом ее встретила. Она до этого ходила немножко, стала с палочкой ходить. А потом после операции она опять бегала, я не знаю, как заводная. Вот, поэтому вот, что тут скажешь про английскую медицину, даже я не знаю. Я не знаю, конечно, по поводу России. Может быть, сейчас и в России делают вот столь пожилым людям вот такие подобные операции. Я не знаю, конечно. Но вот я только вспомнила, что в 91 году, по-моему, в 91 как-то так, или в 97 даже, вот, у меня дедушка, ему было 90 лет, и он жил с нами. Вот, ну, старенький, конечно, такой, но он был вполне себе даже нормальный. И он до последнего работал. Вы знаете, он, по-моему, тоже где-то до 85 лет работал. Но, как вы понимаете, возраст свое берет, и он уже работать не смог. Вот, жил дома, и вот однажды ему стало очень плохо. По-моему, что-то такое с желудком, что ли, он ничего есть не мог. И так я понимаю, что у него боли были, что он попросил, чтобы ему вызвали скорую помощь. И вы знаете, друзья, когда я позвонила лично в эту скорую помощь, они стали записывать данные больного, что с ним случилось. И когда я сказала год рождения, что ему 91 год, они сказали, нет-нет-нет, мы машину гонять не будем, мы не поедем. И трубку бросили. И я, вы знаете, как человек очень эмоциональный, я начала рыдать. Потом немножко успокоилась, собрала все свои сопли. Позвонила еще раз, говорю, вы знаете, как же так. Вот человек всю жизнь работал, отдал всю жизнь свою на благо государства, так скажем, да. Такими высокопарными словами уже мне пришлось тут что-то говорить. Потом этой женщине, которая там на проводе, я ей стала объяснять. Говорю, а вот вы представляете, вот вы, вы же тоже никуда не деваются от этого. Люди, все стареют рано или поздно. Говорю, а если вас вот так вот на свалку выкинут? Короче, я кое-как упросила. Она согласилась. Вот приехала скорая. Они даже не стали особо, опять же, заморачиваться, вот эти уже врачи. Они посмотрели и сказали, что ну а что вы хотите? Человеку 91 год, он свое пожил. И все, друзья, и они уехали, и больше они никогда ни разу не приехали. И мы так и не узнали, что случилось. С дедушкой представилось все хуже и хуже. Он месяц пролежал и умер. Вот я к чему вам это рассказываю, такую грустную историю. Потому что после вот всего вот этого, понимаете, что я насмотрелась. И когда здесь вот мне рассказывают, что в 92 года человеку сделали такую операцию, и при том ее сделали бесплатно, то я, конечно, поражаюсь. Поэтому вот такие вот плюсы здесь жизни в Англии, они все равно, как сказать, очень-очень значимы и очень весомы. Ну а это вот наша замечательная будка телефонная с вот такой вот шандолея, с такой люстрой чудной. Кто не видел, показываю еще раз. Придумали же. Ну а вообще, друзья, как я вам уже говорила, минусов здесь.